Что я хочу снимать это кино, я хочу быть в этом кино. Я прям забью, я не хочу его смотреть. Сенсация! Соня Есман вышла замуж. Типа губы надула, щеки надула. А что написал? Написал наркоман под названием Соня Есман. Сказал, что я какие-то кокаин покупала в Лондоне. Соня, я от тебя такого не ожидала. Я не могу внести ответственность за людей, которые не умеют думать за себя. Соня, это Соня, это Соня! Привет, красотка! Добро пожаловать! Какая ты красивая! Проходите, пожалуйста! Соня Есман, канадская модель российского происхождения, русскоязычная видеоблогерша. Родилась в Санкт-Петербурге, в 5 лет переехала вместе с родителями в Торонто. Зарегистрировала русскоязычный YouTube-канал Class is Internal и начала вести его в 2011 году. Школу окончила экстерном, работает моделью. В 2016 году взяла премию любимый российский видеоблогер, а также была названа модницей года по версии журнала Glamour. Так, дегустация. Я знаю, что у нас нету Еревона в Беэре. Лимонов нету? Да, Еревона. Лимоны с Лимоном в порядок. Я, короче, когда приезжаю в Л.А. первым делом и просто туда несусь и начинаю все скупать. Естественно. Потому что ничего похожего нету даже? Ничего похожего. Ну вот это вот у них их напитки, их супчики. Это просто лучшее, что может быть. Сейчас много хейтеров Еревона осталось. Сейчас много хейтеров всего. Просто все, что ты не возьмешь. Спасибо тебе, что ты пришла. Спасибо, что я здесь. Расскажи мне, как твоя жизнь в Лос-Анджелесе. Чем ты сейчас занимаешься? Ну точно не такая. Пока что. У меня тоже, это только на два дня. Ну да. Ну жизнь хорошая, естественно. Я, в принципе, нигде в другом месте не хочу жить. Да, для тебя прям вот number one. Да, потому что есть возможность иметь вот такую вот жизнь. Есть много, естественно, контрастных образов жизни, которые можно здесь иметь. Но вот эта вот возможность, like the possibility, мне это надо как бы. Но это не похоже на Америку. Вот закрыть глаза, как бы Греция. Ну да, да, это безумно. Либо вообще удивительно в этом плане, потому что тут тепло, вот этот океан, такая тишина. Я прям кайфую от этого места. И запах. Надалеко от всего. А ты где живешь в этом районе? Да, Таня. Почему такой выбор? Мне надо было очень быстро приехать. И как бы новые были здания. Охрана хорошая. Ты давно переехала? Кода два назад. А до этого ты где была? Экопарк. Силвер лейк, в принципе. А, окей, я поняла. Ты переезжала из прошлого. Потому что я тебя интересно начала смотреть, когда я переезжала в Штаты в 2015 году. Мы приехали в Америку. И я открыла твой канал для себя. И ты в этот момент тоже приезжала в Америку, только из Канады. И я просто, знаешь, мы стартап делали. А я вот тут вот стартап, вот тут вот Соня. Стартап, вот тут Соня. И это так, ну на самом деле так удивительно, что мы оказались в итоге в одном месте. Класс. Это очень круто. Расскажи вот твой day-to-day сейчас. Чем ты занимаешься? Day-to-day у меня всегда очень разные. Мне так нравится больше всего, чтобы не было скучно. Или может это просто мой характер, что мне нравится. Вот одна причина, почему мне нравится моя работа, это то, что у тебя не одна работа каждый день. У тебя сегодня один проект о обуви, завтра видео надо какой-то, монтаж, продакшн снять. То есть это очень разнообразная карьера, если можно так ее назвать. Но у тебя модель или ты блогер? Как ты себя образеешь? Ну и то, и то. Но если спросить государства, потому что я же подала на грин карту, и меня они взяли как блогер. Они прислали письмо и написали, так кто ты, модель или блогер? А, серьезно? Потому что только можно один выбрать, да. То есть появилась категория блогеров что ли в EV1? Да. Прикольно, потому что когда я подавала, я спрашивала своего юриста, говорю, можно мне там типа каналы приложить? Это было 6 лет назад, он сказал, нельзя. Типа не 6, 4 года назад он сказал, нельзя. Потому что, ну, нет такой категории, есть типа режиссер, что такое было. Прикольно, что, ну, поздравляю тебя, все. Спасибо. Американские налоги со всего дохода по всему миру. Нет, нет. Паспорт будешь получать? Ну, через 6 лет. Ну, хочешь, да? Хочу, но я больше всего хочу голосовать, а не паспорт. У меня канадский паспорт есть, и он, мне кажется, сильнее. Или, может, нет, чем на американский. Он, мне кажется, он в плане того, что ты не должна в Канаде налоги сейчас платить, правильно? Если ты здесь резидент. Да. Вот это самый большой плюс, мне кажется, у американского паспорта единственный минус. Типа ты решишь, не знаю, через 10 лет в Дубай переехать, но налоги все равно платишь штата. Расскажи, у тебя сейчас основные соцсети какие? Ты где присутствуешь? YouTube, конечно. На русском. Это оригинально. У меня есть русский и английский. Но английском давно не выкладывала. Я что-то посмотрела у тебя. Да. Вот у которой канал на 300 тысяч. Мне всегда кажется, что я же в прошлом месяце выложила, хотя прошло там 4 месяца. Просто все привыкли, что раньше ты же выкладывала много. Да, да. Ну, то есть ты больше всего на русском, правильно? Мне это ближе всего, да. Я живу в Америке и сотрудничаю с американскими клиентами. И мне надо поддерживать англоязычную аудиторию по принципу. А они в основном приходят на YouTube, на Instagram или на TikTok? Клиенты? Ну, вот которые бренды, да, с кем ты сотрудничаешь? Скорее всего на YouTube почему-то. Даже вот несмотря на то, что я нечасто выкладываю там видео, скорее всего, чаще всего приходят клиенты за YouTube. Они приходят, чтобы ты проинтегрировала или там на съемку, чтобы ты подсняла? Интегрировали, да. Интеграции. Да. Окей. А TikTok ты тоже, да, начала развивать? Да, TikTok, да. Мне в последнее время тоже понравилось. Я там вела его на английском языке. Случайно, ну, не случайно, но решила выложить TikTok на русском языке. И сразу мне там в 10 раз больше просмотров. Ну, естественно, у меня так всегда. Ну, конечно. Ты помнишь, когда ты начала YouTube русский? В каком году? Да, конечно, в 2011, по-моему. 2011, 12 лет назад. Да? Да, да. Вау. Расскажи, вот у тебя был период, когда ты прям много-много выкладывала. Когда я тебя смотрела в 15-м году, ты прям регулярно там влоги, переезд. И потом в какой-то момент ты пропала с русского YouTube. Я помню все комментарии были. Соня, вернись. Соня, вернись. Если честно, в то время я так часто выкладывала, что я могла выложить видео из все комментарии. А когда следующее видео? А когда следующее видео? Я думала, вот я... Честно, это очень много забирает. И энергии, и как бы труда, труда. И поэтому мне кажется, что я никогда не перестала снимать видео. Но может быть просто я как бы отвлекаюсь в какие-то моменты, или что-то происходит. Или правда переезд какой-то. То есть, а не было такого, что... Ну, просто вот у меня сейчас был период, я выкладывала каждую неделю на три канала. И я, типа, ну, прям задолбалась. И я сейчас сказала, что за расписание. Я себе придумала, что я не успеваю ничего, я жить не успеваю. Я перестала выкладывать. И я, ну, типа, выкладываю там раз-два месяца. Но я это замечаю, что я очень мало стала выкладывать. У тебя было когда-то расписание, прям, может, ты каждую пятницу, не знаю, выкладываешь? У меня было расписание, что я каждый день выкладываю. То есть, днем я что-то делаю, записываю блог, прихожу домой, монтирую видео, выкладываю в два часа утра, засыпаю, просыпаюсь, все заново, как бы. Это тебе сколько лет было? Наверное, 18-19. И когда ты перестала это делать? Ну, скорее всего, когда больше было просмотров, и я стала ценить не количество видео, а качество видео. Потому что мне очень нравится монтировать видео, как бы придумывать какую-то идею и, да, выкладывать какой-то проект. Расскажи, почему ты, ну, вот, почему ты пропадала, где ты была, что ты делала, какие у тебя мысли были, почему я, ну, почему ты не снимала? Мысли были просто о том, что жизнь очень такая, как роллоколстер. И надо было просто на здоровье, как бы, средоточиться. Я не могу выкладывать видео, если я не в настроении, если что-то произошло, потому что это по мне видно. И я просто не могу заставлять себя, как бы, улыбаться. И поэтому мне было важно, как бы, вот, стабильность устроить в своей жизни, успокоиться немножко, вот, от тревожности избавиться, вернуться в себя и, вот, заново выкладывать. У тебя не было страха, типа, я вернусь, меня забудут, алгоритм меня не подхватит? Скорее всего, нет. Ну, алгоритм меня не подхватит. Ну, типа, просто, я просто свои страхи тебе рассказываю, когда вот я сейчас 6 недель отпуск брала, я думаю, все, у меня реально упали просмотры, то есть я прям это вижу, я возвращаюсь, у меня там все видео 10 из 10, 10 из 10, 10 из 10, что, типа, это не так, ну, когда ты прям вот в потоке, я фигачила каждую неделю, сейчас это прям хуже идет. Ну, я думаю, это не алгоритм, а просто люди забывают. Ну, не то, что забывают, но у них своя жизнь, как бы, и, я не знаю, я, наверное, это ожидала. То есть все нормально, да? Я все равно рада, что люди меня смотрят, что просмотры есть. Класс. И особенно комментарии, что люди были со мной все, все это время, 10 лет тебя смотрим. Это очень круто. Если поездка в Америку, красивый английский, красивое американское произношение на карте ваших желаний, то у меня есть идея, как быстрее вычеркнуть это из списка. У нас есть курс Intermediate to Advanced. Это курс для продолжающих в английском языке, в котором мы работаем с вами над всеми аспектами, чтобы вы могли перейти на продвинутый уровень. Это грамматика, продвинутая лексика, произношение и всякие лайфхаки, которые помогают вам легче общаться на английском, без того, чтобы бояться совершать ошибки, без того, чтобы думать о том, а правильно ли я слово употребил. То есть мы хотим сделать так, чтобы вы стали английский использовать для того, чтобы улучшать свое качество жизни, путешествовать и брать международные проекты. Внизу будет ссылка, записывайтесь на курс, выбирайте тариф. Этот курс уже прошли тысячи студентов, и я просто парочку историй успеха вам расскажу. У нас есть Никита, который взял этот курс, улучшил свой английский, стал поступать в университеты США и получил стипендии в общей сумме на 34 тысячи долларов. Оксана отучилась на этом курсе и после поступила в колледж Санта-Моника. Еще одна студентка, Наталья, прошла этот курс, после этого стала поступать и получила стипендию аж 15 тысяч долларов. И этот курс не только про то, что ты обязательно должен поступать в университет. Ребята улучшают свои навыки в английском, ребята начинают смотреть контент на английском языке. У Сони, кстати, основной контент сейчас выходит именно на английском. Поэтому, если вы хотите улучшать жизнь, понимать, что говорит Соня в своих видео на английском канале, внизу ссылка в описании и для вас, естественно, специальный промокод. Кто у тебя круг общения в LA? А, в LA? У меня мало, если честно сейчас. Последний на русском или на английском? Скорее всего, так получается, что у меня друзья русские. Или я как бы общаюсь больше с русскими. Я не знаю, к чему это связано. Скорее всего, они меня выискивают. Что я особо людей не выискиваю. Там, let's hang out, бла-бла-бла. Я как бы очень занята в своем мире. И делаю свои дела. И как бы я сама не очень рада с тем, что я достигла за последний год или два года. Не очень рада? Не очень рада, нет. Я чувствую, как будто я способна к большему. Что я должна была добиться к большему. Поэтому я очень такая... Я не могу отвлекаться, не могу никому писать. А что для тебя вот это больше? Ну, то есть в идеале Соня через год это что? Ну, хотела бы жить с своей семьей. Иметь машину. У тебя нет машины? У меня была машина. Ну, просто у меня было столько много заморочек. В шесть месяцев она там поломалась. У меня два раза. Потом механик постарался украсть эту машину. Положил Лиенхолд. Ну, это скэмор такой же есть. Блин. И поэтому я такая нет. И ты проделала? Много расходов. И переехала в Дон Таун. Там, в принципе, пешком, да? Или как пешком? Ну, да. Пешком на Uber. Понятно. Ну, то есть ты уже такая хочешь остановиться, семья. Да, и я всегда мечтала иметь свой бизнес какой-то начать. Но я не хочу быть... Особенно сейчас очень модно. Сейчас инфлуенсеры, все вот эти блогеры создают какой-то любой бизнес и толкают его. Но я не хочу выложить что-то, в чего я не верю в 100%. Я прям хочу, чтобы это была моя жизнь. И даже если все скажут, что Соня там старается, там, не знаю, использовать нас ради своего бизнеса, мне это будет все равно. Потому что я настолько в это верю, что мне никакое мнение не важно. А что бы ты хотела? Ну, вот именно. А ты не знаешь, пока ты... У меня есть какие-то идеи, но, опять-таки, бизнес — это большое вложение, и ты не знаешь, если это вернется в тебя, если людям это будет интересно. Да, тут важно просто, мне кажется, в любом бизнесе ты просто, если ты максимально веришь в то, что ты сказала, да, что там будут писать, да, ты там продалась, как обычно. Ты просто знаешь, что это реально крутой продукт, и ты вот пушишь до конца. Да. Ну, по крайней мере, у меня такой бизнес сложилось. В плане соцсетей ты хочешь больше подписчиков, больше просмотров, или ты, наоборот, сейчас будешь уходить больше в сторону бизнеса, не знаю, семьи? Подписчики — не очень важно. У меня 1.4 миллиона в Инстаграме, но это не значит, что я получаю круче проекты, чем люди, у которых там 300 тысяч подписчиков, потому что engagement, комментарии, то, что ты общаешься с подписчиками, это важнее всего. И вот это вот, вот к чему я стремлюсь. Я стремлюсь вернуться к этому общению и отношению, которое я имею. А у тебя, кстати, подписчики, если посмотреть географию в Инстаграме, больше из России, получается? Украина и в России, да. А рекламодатели как американские к этому относятся? Плохо. И мой прошлый менеджер очень-очень хотела, чтобы я создавала английские YouTube-видео, ну, ради этого, чтобы построить какую-то аудиторию в Америке, раз я здесь живу и работаю. И на меня так все обиделись, что Соня нас кинула, все, записывает английские видео. Я думаю, блин, нет, это мое сердце, вот русские видео, к этому нет никаких причин, я ничего не хочу, я об этом даже особо не думаю глубоко, просто вот хочется. И мне нравится, и людям нравится. Я тебя прекрасно понимаю. А у тебя контракты на русском канале? Их было очень мало. На самом деле, ну, а что, как бы, понимаешь, бюджеты в тысячу раз меньше, если я сделаю какое-то видео, за одну, ну, тысячу рублей, ладно. Ну, я, естественно, не знаю, кренчис. Нет, ну, сейчас бюджеты хорош, на самом деле. Ну, типа, там, пятеро-десять тысяч долларов можно за видео на русском, ну, и с твоими просмотрами, я думаю. Возможно, но, как бы, я ничего не знаю о этих брендах, о этих фирмах, я там не живу. Кто может мне сказать, да, Соня, это хорошее компания, работай с ними или нет, как бы, я же не доверяю себе. Ты работаешь с психологом, или ты что-то читаешь, что тебе помогает, вот, в твоем, я прям смотрю на тебя, это реально в тотальном дзене. Ну, типа, ну, вот, ну, вот, ты, ну, по крайней мере, производишь, пишешь, типа, ну, скажет, ну, хорошо. Я зато высказала мнение, это очень круто. Ну, то есть, мне кажется, мне до этого еще расти и расти, с моей, там, публичностью, мне хочется от тебя какой-то такой, знаешь, как совет, или что тебе помогает, вообще, вот так вот, разумно смотреть на все на это. Ну, я всегда была спокойная, как мама говорит, я не плакала, была спокойная, хотя это может быть не так. Ну, с другой стороны, мне как бы все равно просто, like, I just don't really care. Это не самое главное для меня, вот, публичность, то, что люди думают о мне. Да, если то, что люди думают о мне неправда, если у них плохое впечатление, то, да, естественно, я плачу, я не могу уснуть, как было, когда была война. И, ну, а так, как бы, не знаю. Ну, то есть, все-таки, интересно, то есть, когда была война, на тебя это влияло, а сейчас уже... Ну, потому что меня не так поняли. И в этом случае, да, мне было плохо, что я не так, не те слова сказала, и, как бы, и поэтому чувствовала, как будто я, ну, как будто наврала, или не досказала то, что надо было сказать. И как ты с этим справилась? Ну, то есть, ты что-то сделала? Просто сказала, как есть, извинилась. Ну, и на тебя все равно прилетело, правильно? Да, естественно, очень-очень многие отписались от меня, если прямо смотреть в Инстаграме. Engagement или сколько у меня там лайков, фотографии, их было, ну, именно в пять раз больше до войны. И что я поделаю, как бы... Ну, это, кстати, это не то, я думаю, не то, что из-за того, что ты высказалась, ну, то есть, кто-то отписался, но еще же заблокировали Инстаграм. Ну, да, это тоже, да. Это тоже суперсильно обалдела. А если, ну, убрать политику, например, и что-то ты делаешь, тебе пишут, то есть, Соня, я от тебя такого не ожидала. Вот как-то на это ты, я так понимаю, не реагируешь уже, да? Я в одно время, мне кажется, старалась специально делать очень много разных рандомных плохих вещей. Провокационных. Чтобы, да, чтобы прямо ничего от меня не ожидать, потому что правда, от меня лучше ничего не ожидать. Я могу сегодня вот это делать, завтра вот это, ну, как бы в рацион, да, естественно. Nothing crazy, но, да. Прикольно, то есть, самой как бы разрушить эту картинку, какого-то образа, который люди представляют. Ну, потому что, да, у меня такого образа нету о себе. Я себя не вижу, как один какой-то ясный вещь или человек. Блин, обалденно. Сверху меня, да. Это очень круто. Ты к этому сама пришла? Ну, мне кажется, я всегда была такая. Блин, ну, очень классно. Ты считаешь, что я работаю лучше в мире? Для меня, да. Я думаю, я бы не смогла выдержаться так долго, не работая на себя, как бы, да. А ты образование, у тебя высшего, ну, нету, и на него не хочешь? Хочу, но когда было время поступать в университет, я очень много работала и очень много зарабатывала. И вечно путешествовала, и поэтому было бы глупо мне, как бы, не брать эту возможность. У мамы не было счета с моего рождения для университета, поэтому надо было самой платить за это. Я решила, как бы, работать, работать, и потом могу пойти, если мне это будет надо или интересно. На кого бы ты хотела пойти? Мне очень много интересного. Но я не думаю, что я могла бы это прям учить так серьезно. Мне нравится для удовольствия, как бы, учить. Ну, мне медицина тоже интересна. Нутричный, наверное, типа, холистик вот этот. Нутричный, на самом деле, я могла бы... Это эгоистично немножко, но мне кажется, я могла бы быть нутричностью так. Я очень много читала и так, знаю об этом. Но я бы не хотела быть нутричной. Хотела бы быть нерс-инжектор. Ну, что бы могла в себя. А, вот эти вот, то, что делает процедуры, прикольно. Или какие-то косметические tools, типа, всякие штучки. Radiofrequency, как можно кожу чистить. Ну, то есть, beauty. Прикольно. Я вижу тебя в этом в чем-то. Ну, знаешь, потому что, ну, вот это наша культура, наш подход. Плюс местные возможности, мне кажется, это всегда такое что-то. Свой beauty salon. Соня есть мой. Возможно, да. Надо подумать. Столько много вообще есть. Всего, что можно сделать. Согласна. Как выбрать. Согласна. У меня то же самое каждый раз. В итоге я снимаю просто видео. Same. Да. Можно я тебя спрошу немножко про твое лицо? Я нашла в, значит, есть форумы всякие, где сейчас недавно выкладывал свои права. И там твое лицо раньше, и твое лицо сейчас. И, ну, рассказываешь, ты сделала много чего. Можешь рассказать, что ты делала? С моим лицом? Да. Типа губы надула, щеки надула. Щеки я не надула. Нет. Это губы, да. Это губы я сделала в России. Очень хорошо, кстати, у тебя очень красиво. Нет, не сейчас. А тогда. Ты, имею в виду, в driver's license 2016, мы мои первые. Поэтому я выгляжу настолько, мне кажется, разной. Different. Сейчас уже все как бы немножко... Но ты один раз тогда сделала, да? Не, не один раз, нет. Но я давно уже. В России ты все делала, да? В России сделали слишком много. И поэтому, мне кажется, я выгляжу очень такой... Мне очень нравится, они очень натурально смотрятся. Не вот этот вот... Ну, типа, на твоем лице это прям максимально, как будто у тебя просто свои такие губы. Спасибо. Только губы делала, да? Да. Никаких больше уколов, ничего. Ну, ботокс, да, я делаю. А, делаешь ботокс? Да, кстати, это, наверное, самое главное. Мне кажется, это больше всего изменило мое лицо, потому что ботокс я делаю в челюсти. У меня в одно время очень сильно и очень быстро выросла челюсть, и прям форма лица очень изменилась, и мне кажется, не в лучшую сторону. И никто бы не мог мне доказать, что нет, Соня, ты лучше была, да? Как бы, no. И еще у меня есть TMJ. Что такое? И я вот так вот. А, скребешься? Все зубы переломала с себя. Дентист очень хочет, чтобы я носила mouth guard. Но я знаю, что я это не буду делать. И ботокс расслабляет мышцы настолько, что я не могу им пользоваться так, как раньше. Они даже не выделяются. Ты часто делаешь это? Иногда у меня бывают паузы на год, но в принципе это надо делать каждые 6-7 месяцев. Ты из Санкт-Петербурга изначально, я тоже. Ну, я родилась там. 5 лет, да, ты там прожила? Нет, к сожалению. Мама говорит 2 месяца или 3 месяца. А потом? Сразу в Канаду? Нет, в Калининград. Папа жил в Калининград. Ну, у него семья в Калининграде, мамина в Воронеже. И я как бы пум-пум-пум, туда-туда-туда-туда. И потом в 5 лет мы из Калининграда приехали в Канаду, в Торонто. Когда ты в России в последний раз была? В 2018, по-моему. Планируешь еще поехать? Да, ну мы с мамой планировали уже очень давно и не получается. Даже письмо отправить не получается. Письмо отправить? Возвращают письмо, да. А, серьезно? Да, фотография хотела маму прислать брату. Вау. Ну, надо попробовать просто в обычной почте, нет? Она попробовала, да, обычно. DHL не высылает. DHL не высылает, да, это понятно. Все эти UPS, DHL нет. Обычные тоже. Я много с кем общаюсь здесь, с ребятами, кто переехал. И у всех вот эта тема остается, что все-таки все равно там я чувствую себя русской. Не важно, мне там американский паспорт, живу тут. А у тебя тоже это есть, я так понимаю, русскоязычная аудитория. Что я чувствую себя все равно русской? Да. Ну, конечно. Ну, то есть ты тебя спрашиваешь, там ты канадка, американка? Ой, я не знаю ответ. Нет, я говорю, конечно, ну, смотря кто. Я не могу наврать, сказать, что я канадка. Я похожа на канадку? Мне кажется, нет. Ну, Канада, страна мигрантов. Ну, типа, знаешь, мой муж, когда я ему говорю, типа, я вот иммигрант, он такой, а я не чувствую себя мигрантом. Хотя, типа, он по-английски хуже говорит, там, может быть, не так быстро он интегрировался. Но он говорит, я чувствую, типа, я, ну, не то, что я американец, он говорит, я вот-вот тут, потому что это страна мигрантов. А я, наоборот, настолько чувствую, что я там из другой культуры. Ну, я уехала из России в пять лет. Ну, все равно, мне кажется, моя культура или воспитание немножко отличается от обычного, типичного. Хотя это, может быть, просто моя мама немножко отличается. Она меня всегда воспитывала, как бы, ну, не стремиться к кому-то, а стремиться быть, ну, собственной, как бы, человеком, который зарабатывает. И, как бы, да, поэтому, не знаю. Ну, да, конечно, все равно, но мне нравится это чувство, мне кажется, оно дает мне. Makes me feel more like myself. Классно. Когда я вспоминаю, что я русская, что у меня есть аудитория. А тебя, кстати, на улицах тут узнают, в основном, русскоязычные ребята? Да. Часто узнают? Русскоязычные. Уже не так часто. Я к этому рада, но, да. Ты рада этого, да? Да. У тебя было какой-то anxiety, когда ты вот идешь, и все тебя узнают? Конечно, да, ну, в продуктовый магазин «Изиопатия». Когда я была в России, было такое очень часто, что девочки сзади меня ходили, там, «Соня, это Соня, это Соня». И, ну, я слышу, я вижу по лицу человека, если он меня узнает. Ну, конечно, это вот такое. Я сама прихожу и говорю, «Привет, вы меня знаете, я Соня, хотите фотографию там?» Чтобы вот эта энергия, когда за тобой преследуют, да, смотрят, офигевают, ну, не ко мне. Тебе не понравилось это? И сейчас этого меньше, и ты прям, ну, у тебя нету такого, ну, у тебя классно, что ты это проработала. Типа для меня, значит, если меня меньше узнают, я такая, так, значит, ты делал плохой контент, значит, люди, и людям это не откликать. У тебя такого уже нету, да, у тебя вообще чего? Ну, я бы не хотела, чтобы меня узнавали, я бы не хотела быть известной или селебрити, чтобы у меня был какой-то вот taste of it. И это страшно, особенно, потому что я всегда одна, и если вдруг что-то случится со мной, еще у меня есть проблема говорить людям «нет», то есть если ко мне подойдут и скажут «Сонечка, пошли со мной в квартиру, попьем кофе, чай, и потом, не знаю, покажу тебе что-то». Мне так сложно сказать людям «нет», что я потом весь день свой потрачу в этой квартире и приду домой и скажу, блин, почему я не могу просто говорить «нет», да. Как у тебя день сейчас вообще расписан, ну, типичный день, Соня? Depends, Depends, что надо мне сделать. Если надо видео смонтировать, я могу проснуться в 6 утра и как бы прям начинать монтировать, пока там 12 часов, надо сдать видео. Если надо снимать их, то я могу проснуться рано, а так… Смонтируешь сама? Это моя любимая часть, да. Блин, вы талдскольные ютуберы, они все монтируются. Я бы хотела кого-то взять, мне кажется, я в этом случае могла бы больше выкладывать, чаще выкладывать видео. Потому что, ну, одна проблема – доверие, что человек сделает лучше, чем я могу в своей… Он, скорее всего, не сделает лучше, просто тебе время освободится. Ну, да. Ну, было бы nice иметь такого человека, согласна. Ты занимаешься еще фигурным катанием? Занималась, да. Хотелось бы. Дело в том, что у меня нет машины. И что это очень много времени занимает, прям целый день. И я поняла в какой-то момент, что да, это моя терапия, спокойствие, мне это безумно нравится и интересно. Я бы очень хотела быть прям на профессиональном уровне, но при этом не профессионал, это просто как хобби мое. Но как бы мне надо сосредоточиться над работой, я здесь еще как иммигрант, а не как дочь, как миллионера. Поэтому, да, как бы остановилась в какое-то время. Ты не куришь? Нет. Это вопросы подписчиков, я уже зачитывала. Как у тебя отношения с курением, спрашиваю? А, подожди, я куришь что? Да. Вот, поподробнее можно? Сигареты я не кую, нет, на траву я кую, да, чтобы уснуть. А, это помогает? Да, но я хочу перестать, да, естественно, помогает, ну и мне как бы надо с этим завязывать. Ты прям каждый вечер? Да, ну вот, нет, да, если как бы надеяться на это или быть зависимый даже в любом смысле, когда его нету, то как я буду спать? Мне будет путешествовать там, допустим. А тебе врач сказал или ты сама решила попробовать? Нет, ну сама как. Ну да, это всё. Какой врач, мне это скажет. Я сходила на конференцию по маркетингу в университет, мне вручают сумку, я её открываю. CBD, масло, конфеты, это. Я думаю, блин, а вот если тебе я сейчас сумку просто, как я обычно делаю, кидаю в чемодан и, например, там, не знаю, еду куда-то за границей. Да, это чурма. Да, всё. Да, удивительно, насколько разный подход к этому в разных местах. А расскажи мечта об Америке, как она у тебя появилась, как вообще ты здесь? К этому пришла. Какая моя мечта в Америке? Как вообще она появилась? Ты же, ну, ты была в Канаде, Канада классная страна. Там, ну почему-то... Да, в Канаде я жила и смотрела телевизор день и ночь, Disney Channel. Мне было очень почему-то интересно, вот тоже celebrity, вот все вот эти Disney celebrity, и я прям видела себя в этой карьере как актриса. Это всё, что я хотела в своей жизни, я очень стремилась к этому. В 2015 году, ты знаешь, как YouTube есть Network, да? Да-да-да. Такие типа, я не хотела никогда подписываться с ними, потому что я слышала, что надо паролям дать на свой YouTube канал. Я такая, да, здрасте. Как будто я кому-то могу продать свою baby, мой YouTube канал. И в итоге они смогли... Было какое-то новое MCN, это не так называют? MCN, Multi Channel Network. Да, MCN. И они мне подписали O1, рабочую визу. И вот так вот я здесь. А почему ты хотела в Америку за мечтой актрисы? Потому что здесь, да, да, вот всякие вещи, которые связаны с карьерой, но ещё здесь, мне кажется, что здесь жизнь гораздо более интересная. И так и есть, чем в Канаде. В Канаде там очень скучно. Это можно сравнить, наверное, если ты живёшь где-то в Висконсин на ферме, хотя, наверное, это не так, но... Просто, ну, как бы там ничего никогда не происходит, ни в политике, ни интересного, ни землетрясения тебе. Ни землетрясения, ни пожаров, что такое? Ну, я мечтала об этом, да. Пальмы, конечно, природа, там холод собачий в Канаде, океан. А у тебя нету, что тут, ну, безопасность? Насколько тебе комфортно в Лос-Анджелесе в этом плане? И то, что, ну, там бездомные, которые ходят вот так вот. Ну, то есть, я, например, жила в Сан-Франциско, у меня родился ребёнок, я всё, переехала. Мы сразу же уехали, 50 минут от Сан-Франциско в деревню, в Глуши, например, тоже на горе, знаешь, чтобы никто не добрался. Да. Плюс, я понимаю, что если в Америке, у меня вот проблемы там с доходом и так далее, то, ну, типа, если я там чуть-чуть зарабатываю, но не дотягиваю там до медикера, какой-то бесплатной страховки, попадаю в больницу, всё, до свидания, ты банкрот. А у тебя есть это какое-то опасение вообще, ну, вот, в плане безопасности, как у тебя Америка? Безопасности для себя? И для себя, и для финансового. Ну, в Канаде тоже как бы не очень-то безопасно, особенно в последнее время. В Торонто я как бы в подростковое время, мы всегда гуляли в даунтауне, и там очень много бездомных людей, которые кричат и ходят за тобой. То есть даже это есть. Я уже привыкла к этому, с одной стороны. Финансовая безопасность? Ну, конечно, да, это всегда. Есть ощущение тут, что ты постоянно ждёшь, но вот... Да, конечно. Белка в колесе, что не остановится? Да и нет, как бы в одно время я как бы успокоилась, и мне надо было перестать суетиться и путешествовать так много. И я в одно время, мне кажется, даже в 2016 году, я прям Греция, Китай, не знаю, Лос-Анджелес, Торонто, опять Европа, Калининград, Россия, там, по всему миру. И я так устала от этого всего, что, не знаю, я как бы сидела дома и гуляла, и не работала, и даже не отвечала на имейлы, и всё было окей. Может быть, мне в этом везёт, как бы это нетипично, но... Да, как бы всё всё равно в итоге бывает окей, если иметь голову на плечах. А ты сейчас часто выезжаешь из Лос-Анджелеса? Нет, потому что не могла. Ты ожидала грин-карту. У тебя сейчас уже есть? Нет. Но у меня есть адванс парол. И вот я уезжаю через пару дней. Домой? Нет, в Эл-Салвадор. Интересно. Мой палин оттуда, и наконец-то можем увидеть бабушку и дедушку, они уже старые. А он где живёт? Он живёт в Таранто. Прямо напротив моего дома. И он к тебе, получается, летал всё это время? Нет. Вау, я поздравляю тебя, это очень круто. А ты бы где хотела жить? Ну, в идеале. Ой, я сама не знаю. Точно в Калифорнии, мне кажется. Но насчёт Л.А. я не уверена. А твой молодой человек вообще, думаете, что он переедет? Да. А чем он занимается? Он в школе стать юристом. У него мама тоже. Подожди, какой ещё юрист? Господи. Аккаунтинг. А, американский аккаунтинг, да? Или канадский аккаунтинг? Канадский, но это как бы можно… Есть экзамен, он сейчас в школе просто, да? После школы есть экзамен, он разный в Америке и в Канаде, но он просто здесь его будет сдавать, чтобы… То есть, он когда заканчивает, что он? Какой сейчас месяц? Ой… Он заканчивает… В сентябре. Он в мае заканчивает. А, то есть, он ещё год будет второй. Последний его год, да, последний сместр. Кстати, интересно, то есть, он испаноговорящий, да, Лесенвадор? Да. Ты не хотела никогда русского мужчины? Да. Я не хотела бы… Нет. Я с самого детского возраста всё хотела, кроме этого. Серьёзно? Да. Наверное, это… не знаю, с чем это связано, но… не знаю. Простите, мне русские парни не нравятся, я не знаю, почему. Наверное, слишком знакомо и похоже. Хочется что-то новенькое? Да. Ну, правда. А что есть в нём, что нету в русских парнях? Ну, вот, что прям его отличает от русского мужчины? Он платит за тебя в ресторанах? Да, конечно. Да, хорошо. Он открывает дверь тебе? Нет. Дверь нету, да? Ну, то есть, мне кажется, русские мужчины – это вот максимально такая женщина… Стараются, стараются, стараются. Да. Мне кажется, он не особо старается, он просто таким человеком является, он просто cool в моих глазах. Угу. Не знаю. Что тебя больше в русских мужчинах раздражает? Вот так вот. Просто то, что они… А ты встречалась с русским? Нет. Ну, блин, что-то вылетело из… Вы встречались? Нет, мы не встречались. Он создавал впечатление тому, что да… Он тут жил или как это вообще? Он здесь жил, да. Ага. Ты с ним общаешься сейчас? Нет. Он в России? Он про меня в книжке своей написал ужасные вещи. А что он написал? Что я наркоман. Он написал наркоман под названием Соня Ейсман. Он наврал про меня. Он сказал, что я какие-то кокаин покупала в Лондоне. Вау. Почему он так написал, как ты думаешь? Потому что он под влиянием с жесткими наркотиками. И я не думаю, что он как бы думает очень… Понятно. То есть вы растали… И застрял в этом времени. И раз он об этом написал, как бы, живи свою жизнь. Зачем тебе это важно? А давно было? Ну, встречались? Мы встречались, и потом я уезжаю, и всё. Гостинг полный, тотальный. С твоей стороны? С его, конечно же, да. Но он там целовал меня, бла-бла-бла. Говорил, что он не гей, хотя я знала, что он гей. Понятно. Понятно. А с Машей Лис вы общались тоже, да? У вас были. Вы общаетесь сейчас, нет? А перестали или что? Я просто, я видела в Каннах в мае. Это когда я с ней познакомилась. Вот буквально недавно. Просто перестали общаться? Просто перестали. Мне кажется, мы просто очень разные люди. С разными ценностями. И, как бы, не знаю… Есть некоторые вещи, которые я не могу, как бы… С которыми меня не очень спокойно. У меня еще есть такая огромная заморочка, которые все мне кричат, да, она тебя использует. Да, она там вот это, да вот это. И мама моя тоже всегда любит говорить мне. Использует, чтобы подписчиков? Да, да. Угу. А у тебя есть такое вообще, когда ты с людьми общаешься, что, типа, они меня все используют? Угу. Может, это, ну, одна из причин, почему, ну, ты говоришь, что у тебя друзей не так много? Угу. Нет, скорее всего. Я об этом не думаю, и мне не очень нравится, когда люди мне говорят, что там, да, она тебе пользуется тобой, там, бла-бла-бла, потому что мне правда это заходит в голову потом, и я боюсь с людьми общаться. Угу. Как так? Я не думаю, что люди пользовались мной, как бы, я не думаю, что люди настолько умны, что они сидят там и задумывают какой-то мастер-план, как я могу кем-то пользоваться. Ну, это же дети. Угу. 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 Но сейчас равно, Соня, там, через пять лет, Соня, это мама, предприниматель. Ух, кто может знать? Ух, идеальную картину! Прямо вот… Ой, ну, ее нету. Ух, ну, если нарисовать идеальную картину, она не произойдет, то это будет огромное разочарование. Почему? Это же, ты к чему-то идешь. Не получилось? Ты немножко поменяла план? Я всегда к чему-то иду, я не могу стоять на месте. Сейчас, куда ты идешь? Я продолжаю, хочу продвигаться, ну, модельным, и актерским, и в своем собственном блоге, потому что, мне кажется, это все взаимно связано. А, кстати, русская-американская аудитория, заметила отличия какие-то? Нет. У тебя нет такого, что русские, ну, типа, русскоязычные, они как бы если ненавидят, то ненавидят, если любят, то обожают. А тебе американцы? Ну да, как бы, американцы, типа, да, cool видео, ну, как бы, у меня нет с ними отношения. Такое отношение, как с русскими. Русские могут, да, прям наругать. У меня даже была фан-группа ВКонтакте, ТФС, которые меня прям забанили, ну, как, руководила девочка, которая этой группой, она была прям как мама, там, ругала, не надо с Ромой общаться, да, там, понимаешь? Серьезно? Да. Вау. Забанили меня от группы. И что, ты расстроилась или что-то? Ну, нет, как бы. А вот ты не чувствуешь вот этого, что, типа, ну, настолько они погружены, что ты прям, типа, несешь ответственность за то, чтобы их все время радовать, условно? Нет. Ну, ты не расстроилась, когда ты забанили там собственной группы, что ты что-то не так сделала? Нет, потому что, мне кажется, я сама себя, ну, сама этого, как бы, хотела. Нет. Я сделала то, чтобы меня забанили. Понятно. Ну, типа. Ну, я ругалась с ней, что я не хотела, чтобы она мне говорила, что не надо там общаться с Ромой и бла-бла-бла, с этой, с этой. Скажи про питание, про свое. У тебя, я помню, какой-то влог, когда ты рассказала веган, веган, веган. Да. Только это было... Ты в какой момент перестала? Ты сейчас все ешь, правильно? Угу. В какой момент ты перестала это делать? У меня... Ну, я не только была веганом, я была веганом, который следил за 80-10-10 диетой. Это значит, что 80% твоего рациона приходит от углеводов, 10% от жиров и 10% от белка. Ого! Это много углеводов? Да, это много, но ты ешь фрукты и овощи, в принципе. Это все, что ты ешь, как бы. Nothing processed. И, да, мне было в месячных три года. Вот на этой диете, да? Ну, да, на этой диете и на веганской диете обычной. А почему ты вообще решила это делать? Много книг прочитала. Тогда было очень модно, Skinny Beach, первая книжка. Знаешь, я тоже хотела быть моделью в то время, как многие хотели быть skinny, худой. И China Study, китайское исследование, есть книжка, которая хорошая, мне кажется, там есть какие-то правды и факты в этой книге. Ну, для начала давайте так скажем, я в седьмом классе смотрела видео о том, как убивают животных ради мяса. Я в истерике, в полном серьезе сказала маме, что я больше не ем мясо, я не могу это делать. Мама сосунула в меня говядину в тот же момент, сказала, ты это съешь передо мной сейчас. И да, как бы не получилось стать веганом в то время. Потом я стала зарабатывать сама на YouTube и была более самостоятельной, ушла из школы, чтобы дома как бы закончить обучение. И тогда я стала, естественно, делать то, что я хочу, сама себя кормить, сидеть дома и была веганом. Это было очень дорого, но я все свои деньги тратила с YouTube на манго, бананы. И в какой момент ты поняла, что доцет? Когда путешествуешь очень много, есть очень мало возможностей и выбора, как бы. Тебя не спрашивают, хочешь ли ты веганскую еду или с курицей, как бы. Ты либо ешь или нет. И это очень огромная заморочка. Ты должен думать, в принципе, день и ночь о том, что ты ешь, что ты будешь есть сегодня, завтра, планировать свой день вокруг еды. Мне это не настолько важно. У меня есть все равно какой-то cognitive dissonance об этом, если можно так сказать. Потому что я знаю, что животных убивать это плохо, это неправильно. Я бы не хотела это делать, но мне сложно найти какой-то образ жизни, где я могу спокойно жить и быть веганом. Ну, то есть, только неудобства или то, что у тебя все-таки со здоровьем не все в порядке? И здоровьем тоже огромный, да. Фактор был. И потом все вернулось нормально, как ты началась сняться? Все вернулось ради того, что я пошла к доктору, и мне дали гормон, прогестерон. И, ну, естественно, я много жиров в то время ела. И была в России, в Москве путешествовала. Там, веганских вещей очень мало в то время было. В то время, да. А у тебя не было такого, что, блин, я транслировала эту диету, там, три года. Девочки, наверное, повторяли, им плохо было. Ну, типа, вот этой ответственности блогерской. Мне кажется, я сама не советовала ничего. Я просто говорила, какие у меня инфлюенсы, какие книжки я читала. И я советовала с девочками читать эти книги. Скорее всего, хочется верить. Никто тебе там потом не говорил, что, типа, ты, я из-за тебя, а я... Может быть, я не помню таких. Нет. Мне хочется верить, что все люди могут думать за себя, как бы и не будут... Хочется верить. Хочется верить, да. Но если это не так, то я не могу нести ответственность за людей, которые не умеют думать за себя. Для тебя сейчас идеальная жизнь за что? Ну, наверное, я это скажу, потому что у меня этого не было и нету. Идеальная жизнь... Хотя нет, подожди, что за ерунда. Хотела сказать, жизнь где-то не один, что я всегда одна, и я уже устала от этого, 28 лет. Всю свою молодость с 19 лет я живу одна, и как бы I'm so tired of it. Хотя, естественно, это не так, это не мечта никакая. Наверное, жизнь... Вот как ты, вот, просыпаешься в 5 утра и прям go. Вот не потому, что кто-то тебя заставляет идти на работу, а потому что, ну, что-то тебя вот прям тянет, какая-то ответственность или... Ну, когда тебя тянет ответственность, конечно, глаз дергаться начинает. Ну да, да, кстати, да. У меня тоже раньше все дергалось. Да. Скорее, энтузиазм какой-то. Как зовешь детей? Ой, до одного бы хватило, мне кажется. А, серьезно? Мне кажется, это смешной вопрос, потому что для многих сколько бы ты детей хотел, ну и сколько бы детей ты смог, как бы, содержать? Для меня это самый большой вопрос. Я бы хоть десять родителей, ну, наверное, не десять. Мне, знаешь, как... У меня, типа, ну, вот я хочу третьего, четвертого, но я сейчас понимаю, что сейчас мне было бы уже, ну, тяжело физически. Да. С точки зрения денег я понимаю, что это просто надо заработать. Ну, типа, школа не какой-то момент бесплатная. Окей, но тебе нужно побольше дом, может быть, там, если третий тоже маленький, вторая няня. Ну, это дубл. Ну, типа, это условно три экстра контракта в месяц. Да. Ну, то есть, когда ты это понимаешь, то... Ну, и понятно, что это долгосроки уметь, иметь возможность делать, но ты понимаешь, что это ребенок того, конечно же, стоит, ну, типа, чтобы немножко больше подработать. Ну, да, я понимаю, да. То же самое, как кошка моя. Как бы я все сделаю ради нее. No problem. Ну, да, ты как бы понимаешь, что, блин, вот эти вот эмоции, но как и путешествовать в тремя я пока тоже не поняла. Ну, да. Поэтому я пока жду, когда они сами смогут сидеть без меня в самолете, что невозможно сесть так, чтобы все сидели рядом с мамой. Ну, в общем, я надеюсь, что через лет пять, или там, не знаю, как получится, мы с Соней будем снимать похожее интервью. У тебя где-то дома, вокруг будут бегать один ребенок. Один, да. Один ребенок будет бегать вокруг. И что вы с молодым человеком все-таки будете жить в одном месте. Ну, осталось немного, правильно? 9 месяцев мы будем учиться, и все, и приедете в LA. Мы уже, как бы, поженились. А, ну, так, в легальном смысле, потому что ему... Все начинается, в итоге, в смысле, мы тоже так же. Знаешь, когда я говорю, Дим, так, мне надо на грин-карту подаваться. Я говорю, я не знаю, собирался ты мне делать предложение или нет, но на грин-карту я подаюсь. И, типа, мы назад сюда, ну, и он сделал мне предложение на крыше, все красиво. Да. Но понятно, что я его, как бы, немножко это... Поторопила, да? Да. Ну, мы сейчас на тот момент уже... Десять лет? Девять лет. Девять лет мы сейчас на тот момент. Ну, как бы, уже было... Да-да. Сори, семь. Все, все путаем. Девять лет у нас ребенок родился, семь лет. Семь лет — это прям класс. Значит, семь лет статистически, как бы, все разводятся или расходятся. Это тот год. Ну, я поздравляю тебя. Ты кольцо... Ну, да. Мы, как бы, поженились без кольца. Угу. Ну, я ему сказала, что ему в другое время надо. Я никому не буду говорить, что мы замужем, типа... Угу. Мы это можем опубликовать? Да. Ну, да. Можете, наверное, да. Это просто... Сенсация! Соня Эйса! Вышла замуж. Мам охренеет немножко, да. А ты не говорила? Да. Почему? Ну, как-то... Чтобы она не расстроилась, что не пригласила. Ну, да. Я тоже не могу. У нас никого не было на сваде. Ну, мы поженились в Даунтаун Лос-Анджелесе. Знаешь, там, типа, Wedding Chapel. Гуатамала какой-то там, Wedding Chapel. Ну, легально там. Угу. У нас тоже баса супермаленькая. Ну, в Сан-Франциско, в Даунтауне, что-то там. Но у меня, кстати, есть мечта, что мы когда-нибудь поем в Россию, пригласим всех, у меня все там живут. Да. Пригласим родственников моих и сделаем большую красивую свадьбу. Ну, мне больше хотелось там бабушки, дедушки, ну, может быть, не знаю. Даже дети. Знаешь, какой-то вот такой... Хочется этот праздник. Да. Мне тогда вообще не хотелось. Мне казалось, что это бред. Знаете, все традиции, там, хлеб мои молодые кусают. Что вообще? А сейчас я поняла, что, наверное, хочется сделать. Ну, класс. Можно? Не поздно. Есть же люди, которые женятся два раза. Да. Или renew your vows. Как это? Да. Когда у тебя же деньги есть на праздник. Блин, не когда ты начинаешь жизнь свою. Конечно. Мне тоже кажется, в начале жизни, там, типа, $5,000 ring или можно в акции вложить. Ну, лучше, может, в акции, а потом уже, а кольцо более скромное. Ну, кольцо я жду. И все. Пусть покупает. Да. Ну, кольцо надо. Ну, тут Дима мне самая базовая из Стифани какой-то. Красиво. Не сам базовая, там есть еще меньше бриллиантов. Мама еще меньше тоже базовая. Он так говорит, но ты говорит, мы заработаем побольше. Я тебе куплю побольше бриллиантов. Я говорю, все, Дима, мне вообще этого ничего не нужно. Это же энергия того дня, когда ты мне сделал предложение. Класс. Джеймс Бонд. Угу. Меня всегда это немножко пугает, когда какой-то военный самолет рядом летит, и ты так, что я что-то пропустила, какие-то новости, оно что-то началось тут. Соня, спасибо тебе огромное. Это было прям, знаешь, как с подругой пообщался. Мне очень приятно, это очень такой приятный вайф. В общем, спасибо. Спасибо огромное, что приехала в гости. Спасибо большое, что дала это интервью. И, да, надеюсь, что мы будем с тобой видеться почаще. Почаще, чем раз в жизни. Да, я тоже очень надеюсь. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Спасибо.